Самое время обсудить наивный алгоритм для нахождения наибольшего общего делителя. Как вы знаете из лекции, работает он за время линейный от размеров переданных ему чисел, ну а как мы узнаем сейчас, пишется буквально в пару строчек. Функция gcd1 принимает два аргумента a и b. Проверим, что как мы и договорились, a и b не отрицательны, но затем будем перебирать кандидаты в делители. Перебирать будем от единицы до максимума из a и b. Плюс один в вызове функции range необходим, потому что второй аргумент функции range не включен в интервал. Так как мы хотим рассматривать максимум из a и b в качестве кандидата в делители, нам нужно добавить единичку. Перебирать мы будем в обратном порядке, в этом нам поможет функция reversed. То есть d будет принимать значение от максимума до единицы. Итак, если наш кандидат является делителем a и b, то он одновременно является и наибольшим общим делителем, просто потому что мы перебираем от большего к меньшему. Давайте попробуем нашу реализацию gcd1 в деле. Ну, например, посчитаем наибольший общий делитель 8 и 3. Ну, наибольший общий делитель 8 и 3, 1, потому что они взаимно просты. В общем-то, все тут хорошо. Давайте теперь посчитаем наибольший общий делитель 8 и 0. Нам бы хотелось верить, что это 8. Но действительно это так. Что если мы посчитаем наибольший общий делитель нуля и нуля? Такой случай у нас тоже разрешен. Мы видим, что функция ничего не вернула, то есть на самом деле вернула none, который в интерпретаторе просто не печатается. Почему так произошло? Давайте посмотрим еще разок на тело функции gcd1. Здесь мы перебираем делители, начиная от единицы до максимума из a и b плюс 1. Таким образом, если a и b одновременно равняются нулю, то мы перебираем числа в интервале от 1 до 1 не включая. То есть интервал у нас пустой и цикл for не выполняется ни разу. Давайте поправим функцию gcd1, чтобы включить этот нюанс. Изменить нужно вот что. Теперь будем перебирать числа в интервале от максимума a и b до нуля. И как только мы дошли до нуля, то его нужно вернуть. Потому что до нуля мы могли дойти только в том случае, когда a и b одновременно равняются нулю. Проверим, что функция gcd1 теперь работает, как мы ожидаем. Да, действительно, наибольший общий делитель двух нулей это 0. Ну а теперь запустим написанную нами функцию test. Функция test тоже ничего подозрительного не нашла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...